здравствуйте дорогие друзья еще совсем недавно можно было в ответ на рекомендацию обратиться к психологу услышать такую фразу я не псих или я сам себе психолог но ситуация в обществе меняется и сейчас уже принимается как факт необходимость или возможность обратиться обратиться за помощью к профессионалу психологу или психотерапевту психология пронизывает практически все сферы нашей жизни и человек обладающий возможностями имеющий информацию о психологии какой-то уровень грамотности может обходить острые углы в своей жизни в своих ситуациях сложных и поэтому сегодня мы говорим о психологии и говорим с нашим гостем это александр анатольевич воробьевский врач-психиатр врач-нарколог и в том числе детский психиатр и врач-психотерапевт и сегодня мы говорим с александром анатольчим о магическом мышлении ну еще раз здравствуйте александр анатольевич что же это за зверь такое расскажите пожалуйста очень часто сейчас используется в соцсетях в разговорах вот этот термин магическое мышление магическое мышление это убеждение человека что он способен своей умственной деятельностью или какими-то физическими действиями ритуальными как-то влиять на силы природы других людей есть такой термин анимизм это как раз таки способность наделять неодушевленное одушевленным а вот насколько неодушевленное одушевленное или нет это вопрос и по сути это начало всего потому что и все мировые религии и все те ритуалы и обычно как говорю что людей в мусорных мешках не хоронят то есть это тоже составляющая очень важного ритуала как и свадьбы то есть ритуалы нас сопровождают повсюду поэтому относиться к магическому мышлению однозначно плохо в свете современных представлений это очень наивно когда мы говорим о ритуалах сопровождающих нашу жизнь с момента нашего появления на свет культурологических до больше это но принимаемая всеми в обществе правильно мы говорим о ритуалах именно глубоко архетипических до культурологических но когда мы сегодня говорим о магическом мышлении мы скорее подразумеваем появление какой-то такой части на которой человек опирается как на костыль чтобы чтобы что вот вот эти карты желания все так или иначе опираемся вот на эти костыли представляете все вот взять самого обыкновенного человека я кстати хотел с анекдотом начать исторического однажды два физика говорились кто-то из них к одному пришел в гости гениальных причем физика выдающихся один из них был точный ниль бор или альберт энштейн кто-то из этих вот крупнейших фигур и когда один пришел к другому увидел над входной дверью подкова он спросил уже ли вы суеверны то сказал да нет просто узнаете это работает даже когда не веришь вот это немножко о том насколько вплетено в нашу повседневность то что называется магическими ритуалами это банальные там постучать по дереву вот совершить еще что-то потом найти не очень покупаются квартиры где кто-то умер трагической смертью то есть все это не просто все это имеет свои основания вы очень хорошо сказали культурологически да традиционально антропологически потому что у нас у всех я еще раз говорю за плечами целая история история поколенческая есть такое понятие коллективное бессознательное все это очень тесно увязано и пренебрегать этим как бы ни в коем случае нельзя поэтому вот в гарварде в 2016 году даже был проведен очень интересный эксперимент отобрали две группы студентов перед непосредственно каким-то экзаменом не суть отобрали и одни сдавали его без предварительного ритуала а другим предложили там что-то на воду дуть или еще что-то вот та группа которая совершала ритуал они сдали успешнее вот как к этому относиться вот так относиться потому что для чего ритуал начнем с этого для чего вот эти вот магические эквиваленты несмотря на то что наука проделала достаточно большой рывок вперед и я очень трепетно отношусь к науке тем не менее у людей по-прежнему есть определенные пределы в познании и меня нет никаких сомнений что они будут оставаться из такая области рационального о чем никто ничего не знает вот и дело в том что каждый из нас боится есть такое понятие экзистенциальное страх существования каждый из нас боится неопределенности когда человек выполняет какие-то простейшие ритуалы это помогает вот с этим вот страхом совладать как будто бы примириться немножечко с ним именно совладать именно совладать да здесь даже вот феномен совладания больше это тесно увязано с тем что по-прежнему существует то что мы не знаем и и рационально это есть это непонятно это неизвестно как происходит то как случается это и вот слава богу что есть такой феномен ритуала вот это такое ну скажем некое самоуспокоение никто это рационально не делает если это делается ну так скажем рационально то это уже вопрос коллектив рационально насколько она здорова потому что люди которые действительно в полной убежденности что они могут каким-то образом изменить какое-то влияние явление путем ну преувеличивают степень своих возможностей скажем так то это уже вопрос к психическому здоровью ну пример какой то можете привести когда это ну не норма например какое-то проявление очень интересно все это поднимается и расцветает бурным цветом когда именно человечество или страна проходит какой-то определенный кризис когда не знаешь чего ждать вот у нас это в стране было краски в начале 90 и эзотеризм магия все это начинает как бы это другая крайность и очень много людей кто на этом зарабатывают пользуясь скажем так наивностью легковерием людей по моему здесь как какой яркий пример ну вот секстанство все прочее да магические услуги самые разные там шкурку потереть или еще что-то последние 200 лет человечество пренебрегала тем что называется наше чувство переживания причем очень сильные и в связи с этим вот что у нас сейчас стране происходит у нас сейчас очень многих людей открываются глаза на свои чувственные миры до сих пор среднестатистический обыватель в россии он не уделяет внимание своему эмоциональным у нас был выдающийся исследователь сказок владимир проб и он говорил сказка теряет свое волшебство когда она перестает или становится правдоподобной вот здесь приблизительно об этом же то есть эти парадоксальные и иррациональные феномены которые очень тесно связаны с нашим бессознательным это работает ну я это делаю достаточно часто каждый день вы имеете ввиду используете на сказка терапии в работе с и сказка терапии какие-то парадоксальные подходы и ресурс бессознательного человека поэтому сейчас то слава богу уже достаточно и психологическая наука и психотерапевтическая наука может объяснить многие феномены но далеко не все я не просто так рассказал этот анекдот альберту эйнштейну еще принадлежит одна фраза что перед смертью все начинают верить и я на самом деле очень четко отделяю веру как таковую и которая наверное в большей степени как ни парадоксально связано с влиянием магического мышления до от религии хотя и религия выросла оттуда же до сих пор в той же религии присутствуют какие-то магические ритуалы до сих пор до сих пор вот смотрите когда вы сейчас говорили про детей говорили о том что примерно до трех лет ребенок в этом магическом мышлении существует он растет да и мы собственно говоря еще подкрепляем его тем что в это время мы читаем детям сказки волшебные сказки метафорически ознакомить его с тем как устроен мир как устроено отношение между людьми и если я правильно понимаю в какой-то момент это магическое мышление должно быть уже но переходить в стадию но нормального восприятия мира да не не только магического видимо и когда вот когда этот происходит перекос что ли когда вот в результате которого человек становится слишком подвержен магическому мышлению и слишком много сил и ну скажем слишком много упований на эту сторону жизни как-то оставляет это то что называется незрелым сознанием инфантильностью восприятия вот она откуда корни вот этого инфантилизма инфантильного восприятия не откуда почему одни люди ну как бы выходят из этого нормального нормально выходят из этого стать взрослеют нормально до понимают что магия это магия ритуал и ритуала жить это жизнь а другие разные люди растут в разных семьях семья эта система в каждой системе есть набор своих стереотипов предубеждений убеждений есть системы не совсем здоровые дисфункциональные отношения да если отвечать на ваш вопрос особенности личности там целый комплекс что такое взросление по сути это способность принимать свое одиночество и быть устойчивым опору наша опора она в основном формируется с подачи родителей наша идентичность в основном ранее в раннем возрасте есть такое понятие селф объектные отношения маленький человечек он буквально запечатлевает то что происходит вокруг него он даже не запоминает а он как губка впитывает если в семье именно ситуация нездоровые послания идут нездоровые ну соответственно представляете какая у него будет идентичность соответственно и с границами личности проблемы соответственно я его собственно самость покорежена да вот он вырастает с таким дефицитом любви а если имеет место дефицит любви непосредственно то априори этот человек может быть только в созависимых отношениях он у него нет навыка у него нет навыка заполнять свои пустоты взрослым адекватным образом вот скорее всего такие люди они и сохраняют вот вот легковерие порою кто-то этим живет вот потому что я фрагментарно дефицитарно вот такие дыры эмоциональные присутствуют понимаете и понятно проще простого это примитивно глядеть на жизни заполнять вы говорите о ну так сказать так называемых недолюбленных детях да когда вот дефицит любви заполняется ну скажем тем что вот в частности магическим мышлением дефицита он не за его нет то есть это или холодное отношение или враждебное или это депривация до форма депривации отчуждения брошенности человек фактически развивается в отсутствие какого-либо эмоционального контакта я правильно понимаю что если ребенок выры вырос депривационной семье да то он ну обречен на то что у него будут его тянуть будет либо магическое мышление либо еще куда-то если он не будет заниматься саморазвитием начнем с того что он не здоров как уже его судьба сложится это немножко иной вопрос это немножко иной вопрос потому что у кого-то горькая судьба у кого-то то самые различные клинические формы и самый яркий пример это шизофрении вот шизотипическая личность которую я привел в пример где есть вот такого рода обозначенный симптом магического мышления она все таки живет и более-менее социализирует вот такие проявления простые ну вот каждодневно встречающиеся как рисование карты желаний вот участие в различного рода ну марафонах да там марафон марафон желаний тот же самый 50 желаний вы знаете я не очень люблю обобщать и ту же карту желаний это достаточно такая неплохая игрово игра игровая техника не преувеличивать не преуменьшать ее значение как это все делать те же самые марафоны тоже марафон марафону рознь если это какой-то компетентный марафон и если там люди грамотные а чё нет компетентных грамотных специалистов над поискать их надо поискать и нужно немножечко уйти от вот такого легковерное отношения что что-то получается быстро и сразу вот это вот вера в чудо как раз таки вот чудеса есть они действительно есть ну для этого важно сделать усилия вы как раз сталкиваетесь иногда да да в своей практике когда человек приходит к вам на на ася на прием и ждет что вы ему эту самую таблеточку дадите волшебная или рукой пассы какие-то сделаете он уйдет оттуда с новым пониманием слава богу у меня сейчас таких все меньше и меньше не знаю наверное от меня какие-то флюиды исходят что определенно научился я фильтра определенные ставить наверное бывает заносит а если мы говорим о ну скажем так иллюзии их как которые имеют люди не не страдающие скажем так явно выражены психическим заболеваниями а ну просто имеющие сложности с с внутренними конфликтами какими то есть определенные проблемы они они какие какие иллюзии неотъемлемая часть тоже и магическое мышление да я говорю меня точно так же смущают совершенно неверующие очень рациональные точно так же как и люди которые здорово преувеличивают свои возможности способности и все прочее вот иллюзия важна иллюзия предвосхищение и положение там уже проективная составляющая идет вот одно дело что это как предвосхищение и как устремление и как мечта а вот разница здесь действие случилось действие или нет и разница как ты в этом участвовал если как-то ведь та же самая магия в чистом виде я так скажу волшебство чудо но возможно при одном очень важном условии при твоем ответственном участие приличном готов ты попробовать делать усилия или нет это наверно основная мотивация легковерного человека чтобы сделали без его участия за него и еще так как вот хочется вот на нем все на этом устроиться здесь достаточно просто вот а иллюзии ну все мы иногда в иллюзиях пребываем нормально это главное не зависать вот как фридерик пёрлс основатель гештальта делил он говорил что люди преимущественно функционируют в трех зонах зона фантазии зоны игры и зона непосредственно контакта вот и игра это прекрасно и вот через игру рождается очень многое и вот игра это то самое волшебство и есть заигрываться потому что вот что происходит на психотерапии на психотерапии преимущественно по большей части обыгрываются возможно пробуется вот но человеку важно взять на себя ответственности попробовать это в контакте непосредственно в среде то есть на практике используют то что он конечно в жизни непосредственно да а зона фантазии это тоже колоссальная ресурсная зона вот все что мы сейчас с вами здесь видим и наблюдаем это все создано человеческой фантазии представляете камеры компьютеры чайники это все фантазии этого не было это все воплощение вот то же самое и здесь проходит и ключевое отличие да иллюзия это иллюзия фантазия это уже устремление побуждения да вот мне очень нравится опять-таки перл за пример он очень нравится часто они вам говорю вот вы хотите курочку приготовить вот наверняка задумываете что сегодня будет ваша семья кушать дом у вас в голове это есть фантазия есть вам надо зайти в магазин купить ее что-то с ней сделать и вот будет курочка вот вам простейший а ведь вы можете проходить просто с этой фантазии и семья останется без ужина вот и все а если мы говорим о каких-то там кардинальных крайних формах магического мышления то это вот оставаясь в зоне фантазии считать что я могу на что-то влиять это уже психические проблемы но психотический уровень расшифруйте вот это вот я могу на что-то влиять это что это суть магического мышления это же суть что я убежден в том что я могу вот сейчас подвинуть вот эту там камеру или этот прибор там вот сидя вот здесь ты не могу я убеждение своих сверхспособностях ну да 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 об этом и речь идет пример из жизни молодой человек очень сильно расстраивается из-за того что хочет жить на бали иметь там свою дачу у него нет на это средств он себе такую иллюзию сформировал что ему как бы все должны и он хочет туда попасть и почему мне это в жизни не происходит вот такая конкретная прям вот иллюзия жизни инфантильный молодой человек то есть вопрос а что-то для этого готов сделать как раз компонент действий здесь отсутствует да только ну придуманная картинка конечно конечно здесь даже компонент игры отсутствует он даже не хочет что-то попробовать и как-то обучиться чтоб чего-то достичь все каждый насчет хочет каждый нас у каждого есть какие-то желания я вот тоже хочу сейчас ездить и жить полгода там ну не на болину в черногорию меня нет такой возможности я могу туда поехать там раз в год ну жить я там не могу то есть вот умение соотносить желание возможности это есть признак по сути здоровья психического ну а сегодня мы с вами коснулись даже вот этих глубоких вот моментов и все это есть и я например шаманизму к настоящему к действительному действенному отношусь очень большим трепетом как как явлению дурного глаза по какой причине по той причине что допустим если мы возьмем средний восток ну например марокко там есть две практики дурного глаза на мужская основанная на коране другая более женская основана на соперничестве на зависти на ревности на каких-то очень мощных эмоциональных переживаниях и сам феномен явления сам феномен как раз таки предполагает к тому что очень многие люди этому подвержены понимаете как это давно описано что тот человек который больше всего боится он скорее всего и уязвим но это уже отдельный вот а можно немножечко я вас вот на этом месте зацеплю по поводу того что наши страхи при быть притягиваем слова сложные ситуации нашими страхами так ведь не совсем так ну вот это как-то звучит вот именно так что если я буду бояться то я обязательно вот этот вот суть этого страха обязательно к себе или ситуацию обязательно свою жизнь притяну я уязвим в этом я вот так он и работает поэтому на феномен так он так он и работает я просто боюсь у меня времени хватит сейчас ответить на этот вопрос но суть проста что боятся все допускают не все допускают допускают это что подразумевается ну вот я боюсь заболеть если я хожу чересчур полагаясь на какие-то магические чары или магический амулет не то что я в этой ситуации могу сделать не предпринимаю ни какие меры от меня зависящие то скорее всего я в большей степени узел такая парадоксальная штука это больше касаемо парадоксов нашего восприятия а если я допускаю да я могу заболеть ну конечно живой человек значит я спрашиваю что зависит от меня и что мне требуется сделать чтобы я оставался здоров и я это делаю делаю но я все равно при этом говорю что шансы что я заболею не есть и так или иначе я остерегаюсь вот если мы таки коснемся дурного глаза то там то это это просто есть как феномен культуральный есть глубокая традиционально убежденный что это работает и это работает понимаете вот в чем вся суть хотя работает это не по причине вот что действительно работает именно с тем что человек вовлечен в целую систему этих иррациональных убеждений вот так работает иррациональные убеждения это везде вот в этом и магия никуда от этого магического мышления не денешься это как бы две постаси организации жизни одна из них религия вернее три есть наука магическое мышление и религия да это все есть и сбрасывается счетов это ни в коем случае нельзя особенно вот как вы еще раз верно подметили культурологически традиционально потому что ну наши миры в которых мы все живем они очень серьезно отличаются у нас здесь в казани один мир в марокко другой мир в папуа новой гвинеи третий мир и как бы важно быть очень внимательным как все это увязано еще с чувственной составляющей работают сильные чувства я вам так скажу стыд зависть гнев вот вина они действительно работают страх наверное да причем это ну вот феномен самопредсказание это сильные вещи и скажем даже какая-то мудрая женщина в марокко она прекрасно все эти тонкости и она плетет свою сеть и в этом смысле работает но это я уже говорю это уже отдельно но возвращаясь немножечко в тему нашего разговора вы сказали замечательную фразу про про честность самим собой что там где начинается честность самим собой заканчивается вот это ненужная иллюзорность начинается понимание что надо что-то делать наверное да здесь немножко сложнее все найти это вот просто очень страшно вот возьмем уязвимость стыд да это одно из ну базовых чувств появляется она в возрасте полутора лет когда ребеночек отделяется от матери чувствует себя отдельно он чувствует себя уязвимы вот поэтому а если он если они не отделились толком если ему настолько или там были какие-то проблемы связанные с что он чрезмерно уязвим тогда он будет включать то что называется защита отрицания это самая мощная защита она вся выстроенная на самообмане избегание вот какой честности можно он не знает как быть честным знаете самая большая ошибка многих людей что многих на большинства и наверное вот в нашей части света до сих пор в том что во многих действиях все ищут умысел узнаете люди совершают ошибки и люди скажем так не здоровы и не по причине того что он сделал все чтобы быть нездоровым он не знает как быть здоровым он вырос вот в этой системе и вот это наверное подчас самый непростой момент в работе психотерапия чтобы человек попробовал осваивать здоровые понимаете чтобы он отважился туда пойти есть люди которым настолько страшно перестать контролировать потому что для него это непосредственно угроза существованию для одного это легко отпустить а другого это смертельно я когда говорю сам обман и прежде всего касаюсь отношения человека с собой ну нет вот он выживал представляете он в своей семье в нездоровой системе отношений так выживал он не знает как жить иначе а потом на это наслаивается необходимость социализироваться норма мораль социальное мироустройство но не мне вам говорить какие здесь игрище и где здесь правда густав юнк говорил о том что самое неприятное в самопознании это встреча с собой да правда не приняв свои изъяны ты не сможешь увидеть в этом ресурс соответственно ты будешь находиться вот в ловушке самообмана и здесь уже возникает потребность как-то компенсироваться вот откуда рождается кстати гиперопека потому что та же гиперопекающая мама прежде всего решает свои проблемы конечно она не решает это не участие это нездоровая забота в жизни это именно пелка это решение прежде всего своих проблем здесь уже ну можем сейчас прийти к тому что называется исходить прежде всего из собственных своих предпочтений понятия ну честные выгоды они есть у каждого это совершенно естественно нормально когда вот это все искажено это уже не совсем нормально если в какой-то момент человек понимает что не все в порядке в датском королевстве есть потребность признавать или начать осознавать какие-то сложности своей жизни да то вы знаете есть другой феномен все существо человеческое стремится к полноте и цельности это априори и ведь что происходит каким образом оказывается человек на приеме предлагаю поработать его симптом он или чувствуют ему становится или его семье скажем так становится очень тяжело жить вот так как они живут в связи с давлением извне или внутри семьи для этого человека становится ситуация с этим терпим не выносимы больно он приходит с болью вот так и вот этот момент у нас называется дилемма изменения психотерапевта фон и есть и поворотный пунктик потому что хочется освободиться а как тоже жить по-другому не хочется я это называю рыбу съесть чешую продать и вот это и есть основной поворотный пункт потому что для того чтобы освободиться важно пересмотреть отношение к себе пересмотреть отношения с окружающими людьми то есть допустим человек в дисфункциональной семье начинает жить исходя из своих предпочтений ну безусловно семья будет его отторгать а если у него нет определенного для вообще для человека самое страшное когда его общество да определенная даже часть общества да когда если у него нет навыка быть устойчивым и как-то начинать что-то из себя представлять и устанавливать иные здоровые отношения зачем вот когда становится больно его перестает это устраивать тогда возникает мотивация из гомеостаза состоянии равновесия огромное количество людей в нем живут чем здесь манипулировать делай делай трудно пробуй но не пытайся ну не пытайся даже не пытайся как этот чарльз буковский сказал и даже не пытайся вот попробуйте встать вы вставите а будете пытаться буду сидеть на месте продолжать вот и буковский вот мне очень нравится даже не пытайся пробуй пробуй в гештальте это называется прикасаясь а руб ну все до всем страшно страшно как же страшно умирать страшно на этом-то тревог то это основная движущая силу наш и когда ты не преувеличиваешь не преуменьшаешь а в состоянии совладать и направлять в действие ты становишься успешен а когда ты избегаешь преувеличивающие становится еще больше ну это в контексте желаем тревоги и когда ну все-таки если человек решать перестать пытаться начать действовать то у него происходит некий процесс который можно назвать начающий начавшийся самоактуализации или нет да да когда он действует иногда важно для того чтобы человек на начал что-то делать важно в собственном бессилии признаться вот тоже парадокс такой и очень часто вы знаете я стараюсь стараюсь а ничего не получается знаете я стараюсь стараюсь а что конкретно ничего не делал а что ну и вот это тоже может продолжаться очень долго каждый из нас находится в определенной системе отношений с людьми с обстоятельствами и это чрезвычайно важная штука и вот сейчас он пытается пытается а знаете бывает так умер родители до больно пережил и вдруг все стало получаться или старший брат женился ушел и раз что ведь это как бы повседневные вещи да есть так совокупности посмотреть но это есть знаковые порою вещь вот а люди им не очень придают значение ну давайте еще немножечко про самоактуализацию поговорим потому что это такой важный компонент на который в принципе у нас еще есть немного времени на который можно ну скажем так рассчитывать скажем это бой какой-то на который ты можешь ориентироваться в плывя куда-то ну да это действие которое ты совершаешь для себя да она будет болезненно и она будет неприятный она заставит тебя жить без какого-то болезненного а элемента который уже сформированных твоей психики надо будет учат учат учиться заново каким-то дам вещам познавать но ведь это необходимость иначе ну ничего не произойдет ты останешься там же или я ошибаюсь из даже такой такой простейший предложение иногда делаю говорю вот взгляните на себя лет через пять если вы ничего не сделали сейчас ничего делать вот какой вы будете лет через пять это заставляет людей двигаться потому что таким они не хотят быть понимаете у очень многих иллюзия как раз и заключается в непонимание того что ты сам строишь свою жизнь и да есть сложности да есть определенная ситуация с которым ты вырос то с которой с которым ты пришел во взрослую жизнь но в любом случае это наверное я немножко иначе здесь мы скажем чтобы вот как-то все-таки более конкретизировать в плане действия обретения себя я бы в первую очередь говорил о принятии одиночества каждый из нас голенький приходит каждый из нас голенький уходит и петь мамон говорил в гробу карманов нет и от того насколько ты принимаешь одиночество это парадоксально тоже ровно настолько ты не одинок а то насколько ты принимаешь одиночество ровно настолько ты обладаешь своим личным пространством потому что оно твое уникальное другого такого нет только ты знаешь как его украсить никто другой за тебя этого не знает только ты знаешь как его наполнить только ты знаешь кого пускать кого не пускать и когда ты даешь человеку понять исходя из разрешения из его права этим обладать совсем иное дело вы сейчас про право на жизнь собственно говоря это право да это право общечеловеческое право обладать своей жизнью это и есть одиночество и одиночество это совсем не то же самое что отчуждение это вот как раз таки случается тогда когда человек не принимает когда все ожидает что кто-то другой придет украсть нет никто за вас понимаете это никто никто и господу богу каждый из нас нужен ровно настолько насколько уже он может свое место заполнить а так вы богу не нужны как будто мы же не нужны такой образ пришел что есть некая капсула ну просто вот образ некую капсулу которая тебе выделена эта капсула вся твоя и ты не можешь ее заполнить ты пытаешься сквозь нее пройти условно это образ просто пустота но пустота но она твоя в любом твоя она лично да вот вот это нес отворачиваешься а ты ищешь и смотришь где пустоты у других людей а у них лучше не у них свое тебя свое у тебя свой только твой уникальный мир и твоя карта мировосприятие твоя идентичность какая бы она ни была с изъянами за свойства твоя идентич вот в этом вот в этом все понимаете а если этого не принимаешь ты себя обесцениваешь ты себя обесцениваешь это все прекрасно написано в писании вот ценность да что тело сосуд души это сильно очень вещи но это уже вещь наверно больше такого душевно духовного порядка вот огромное количество людей пребывая в иллюзии пробуют не предпринимая усилию по принятии вот своего своей драматизма жизни решить за чей-то чужой счет ничего удивительного что они терпят крах конечно конечно и ведь в этом вся в принципе мудрости цельность жизни и по сути каждому из нас важно проделать определенный путь чтобы вот жить так и что после себя что-то оставить если у тебя ну не дал бог тебе детей проявиться креативно в искусстве еще где-то если бог дал детей у тебя семья да то есть у тебя внуки внуки и тогда умирать не страшно знаете я сейчас со своей мамой общаюсь ей вот 82 года будет я часто общаюсь как она воспринимает ну как мне не страшно я счастлива понимаете как то она повернулась получается лицом к своей пустоте приняла свою уникальность это я просто пример самый ближайший любой человек проживший наполненную жизнь и у него же тоже были свои кризисы и тяжелые заболевания и все она преодолевала дело решала все в этом и суть вот так прожить в другой беседе с александром анатольевичем была совершенно удивительная фраза сказано о том что в психотерапии существует всего два винтили это я вас цитирую до 1 винтель это показать человеку что он врет сам себе и 2 винтель это принять ответственность за насколько я понимаю либо за продолжение врать себе да если тебе так хочется либо за взять на себя ответственность и перестать врать и начать изменять жизнь я подчеркну личную ответственность лично да потому что немножко звучит так что придется на себя брать еще какую-то личную только лично только только то что касается самого человека вот резюмируя все вышесказанное если я правильно поняла мы говорим о том что спасение от иллюзий это движение не попытки а именно движение это действие этого путь к сама сознанию к самоактуализации что еще нужно знать но не боимся понятия вообще не боимся понятия магическое мышление до с точки зрения культурологических ритуал не нужно к нему с осторожностью понятно но не боимся то есть но нет такого чтобы а магическое мышление караул спасайся кто может часть его от нашей жизни повседневной часть нашей повседневной жизни что еще с головой туда уходить не следует мера во всем да ну конечно 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 спасибо большое за замечательный разговор очень полезный и с конкретными выводами которые для меня тоже некоторые выводы на вы были благодарю вас спасибо вам спасибо вам